Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы и Тро. Она состоит из двух эпизодов, которые, кажется, образуют контраст. Первый эпизод – это история протестия Маше и Тро, медианского священника, который преподал Маше первый и очень важный урок руководителя нашего народа. Во втором эпизоде основное действующее лицо – сам Всевышний, который на горе Синай заключает с народом Израиля договор в первый и последний раз, являясь людям. Впервые в истории Всевышний является целому народу, заключает с ним договор и дает самый известный в мире краткий свод этических норм – «десять заповедей» или, как мы их называем, «десять речений». Несмотря на этот контраст, есть и одна общая тема для Итро и Синайского откровения, а именно – это делегирование, распределение и демократизация власти. Один только Всевышний может править единолично. Эту тему вводит Итро. Он приходит к своему зятю и обнаруживает, что тот управляет народом единолично и говорит ему «нехорошо, что ты делаешь». Шмот 18.17. Это один из всего лишь двух случаев во всей Торе, где появляется слово «нехорошо». Другой случай в книге Берешит 2.18, где Всевышний говорит «нехорошо человеку быть одному». Мы не можем быть единоличными руководителями, мы не можем жить в одиночестве, быть одному – «нехорошо». Итро дает совет распределить власть. И наша глава, в которой описывается, в принципе, главное событие получения Торы на горе Синай, названа Итро. Чем же заслужил Итро такой почет? Своим советом? Давайте попробуем разобраться, дорогие друзья. Начнем мы с того, что Итро был человеком проницательным и умным, когда-то он занимал должность советника египетского фараона, как и волшебник Белям, известный своими злыми поступками. Но в то время, как Белям советовал фараону жестоко притеснять наш народ и использовать их на тяжелой работе, Итро предлагал фараону относиться к нему терпимо. Убедившись, что его совет не принят, он оставил свою должность при царском дворе. Покинул Египет и поселился в Медиане. Вскоре он стал там главным жрецом и руководителем народа. Однако Итро понимал, что нет ничего значительного, сделанных из дерева или из камня идола. Поэтому он не видел смысла служения им. Он понимал, что существует единый Творец, создавший небо и землю и управляющий миром, милостиво и разумно. Итро объявил народу, что не сможет быть больше жрецом. Слова Итро ошеломили народ, дорогие друзья. Все отвернулись от него и от его семьи. Даже пастухи, павшие его стадо, покинули Итро, и некому было выводить скот на пастбище, кроме как его дочерям. Когда же дочери Итро приводили скот к источнику, пастуки отгоняли их. И они вынуждены были ждать, пока все остальные не напоят свои стада. Однажды дочери Итро встретили у источника цужестранца. Его вполне можно было принять за египтянина. И хотя египтяне слыли людьми не очень благородными и вежливыми, этот египтянин помог им напоить скот. И в тот день они рано вернулись домой. Удивленный отец спросил, и они ему рассказали, что египтянин помог им и защитил их от пастухов, и что вода сама поднялась навстречу этому человеку. И тогда Итро понял, что этот египтянин происходит из рода Яакова. Он послал дочерей за пришельцем, и вскоре они возвратились вместе с ним. И, как вы знаете, как вы поняли, это был Маше. Он сказал Итро, отчасти твои дочери правы, говоря, что их спас от пастухов египтянин. Дело в том, что я убил египетского надсмотрщика, который был жесток с одним из евреев. Мне пришлось бежать из Египта, и в конце концов я добрался до этих мест. Так что, если бы не тот египтянин, из-за которого я бежал, меня бы не было здесь, и я не смог бы помочь твоим дочерям. Итро и Маше понравились друг другу. И Маше был рад найти пристанище в его доме. Итро, так же как отец Авраама Терах, был вначале жрецом, знатоком всех религий и идолов. То есть работал внутри своего эгоизма. В принципе, если бы отец Авраама Терах послушал сына, то они бы сработались вместе. И может быть смогли бы с той поры начать уже исправление мира. Но это невозможно без египетского изгнания, выхода из него и получения Торы. Потому что человек должен полностью окунуться в эгоизм. Поэтому Терах был против Авраама, и тот был вынужден сбежать от него, уйти из Вавилона. А теперь та же самая картина, дорогие друзья, наблюдается на следующей уровне, ступени. Происходит тот же возврат, но другого эгоистического уровня. К Итро приходит Маше, который провел у него 40 лет, женившись на одной из его дочери Ципоры. Маше по сравнению с Авраамом, это совсем другая уровень, ступень. Он уже был в эгоизме, прошел весь этот этап и вышел из Египта. 40 лет, которые он провел у Итро, были как бы их взаимное объединение, соединение через Итро, то есть Ципору, дочь его. Эгоизм Итро, родившую сыновей следующую ступень. Это все совмещение эгоистического Итро и альтруистического Маше, это есть и начало в человеке, в каждом из нас. То есть пришло время, когда эти свойства начинают подниматься в человеке и указывает, каким образом ему действовать дальше, дорогие друзья. Ведь сейчас весь эгоизм, который был вынесен из Египта, то есть такие сосуды, которые постепенно поступают, они начинают продвигаться и подниматься в народе. И это означает, что Маше должен судить народ. Судить, дорогие друзья. Это значит объяснять, где свойства отдачи, где свойства получения, в каком ракурсе нужно действовать, соединяясь над собой и раскрывая в своем единстве следующую ступень Творца. То есть здесь необходимо правильное взаимодействие, но где же иерархия в этом эгоизме? Свойства отдачи – это свойства, ищущие или идущие вширь. Широкая душа, раскрытое сердце, оно растекается по плоскости, как вода. А эгоизм работает все время вертикально. И эти два параметра как бы не совмещаются вместе. Поэтому Итро говорит, Маше, ты должен построить другую систему, пирамидальную, разложить весь свой эгоизм по полочкам, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Ты должен вернуться к тому состоянию, когда вы входили в Египет, двенадцать братьев, праотцов. Как вы выходили оттуда, те же двенадцать колен, как бы двенадцать ручьев, шеренг, двенадцать людей или уровней. Но в каждом из них вы должны проявиться, так сказать, эти уровни. Поэтому для каждого уровня должна быть своя ириархия, свои законы, начальники, подчиненные. Вы работаете сейчас не просто на любовь и отдачу. Вы работаете с эгоизмом, который надо постепенно, по мере возможности, каждый раз по чуть-чуть исправлять. Итро, тесть Маше, изучив все религии того времени, все теории и философии, и во всех них разуверился, ибо не выдерживают они критики. Но, встретившись с еврейским народом, он признал их правоту. И, говорят, даже перешел в иудаизм. А раз так, то признать Всевышнего как Творца всей Вселенной может любой человек, независимо от того, еврей он или не еврей, что и произошло с медианским священником Итро. Другими словами, Итро берет, забирает у Маше другую методику работы с эгоизмом и возвращается к своему народу, чтобы обучить его. Мы видим, как в человеке происходит постоянное взаимное взаимодействие или соединение обоих свойств. Это и есть система исправления. Я желаю всем нам не просто исправиться, но приблизиться к Творцу. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Шалом ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова